Всем привет! В этом видео хочу рассказать о тех товарах, которые я больше не хочу покупать в компании Фаберлик и не потому, что они какие-то супер некачественные или я разочаровалась, просто по какой-то причине они мне не подошли поэтому прошу не обижаться всех тех, кто ими пользуется и они им нравятся но в каких-то моментах бывает дело вкуса, а в каких-то действительно есть объективные причины, которые я вам обязательно назову почему я не хочу пользоваться какими-то определенными товарами, я сейчас вам все по порядку расскажу ну и первое, с чего я начну, это тональный крем Идеальный Тон, матирующий тональный крем, которым я попользовалась буквально недельку он у меня лежал с осени, потому что он подсушивал мне кожу, он действительно матирует, но в самую жару все равно его хватает часа на два, потом приходится припудривать, но не в этом дело дело в том, что я вообще замечала, что матирующие тональные кремы, это было очень давно, когда я это заметила немножко закупоривают поры и из-за того, что поры закупорены, в них скапливается кожное сало, которое не выходит да, вот этот матирующий эффект, и кожа у меня становится бугристая то есть появляются комедоны, как они еще по-другому называются и мне неприятно вообще все это видеть на своем лице такие бугорки, которые не воспаляются, но лицо при этом неровное, ты его трогаешь, оно как будто все в крошках вот ровно через неделю использования этого тонального крема я вот это все почувствовала и конечно же убрала его в сторону, поскольку мне такое не нужно кстати, блер-крем дает то же самое, но блер еще дает отфотошопленное такое лицо поэтому он у меня остается, его я пользую а вот с этим я распрощаюсь, поскольку портить лицо во второй раз мне точно не хочется еще раз делаю акцент на том, что это именно моя проблема если вы пользуетесь тональными кремами, матирующими, без особых проблем, без аналогичных проблем то вам, скорее всего, он подойдет и если вы из Челябинска можете приехать забрать, я вам просто его так подарю следующее я вам уже показывала, у меня был набор Winter Garden, это для рук, три варианта крема для рук и, насколько я знаю, это переупакованные кремы про руки ни один мне не понравился ни по аромату, ни по эффекту когда я наношу этот крем на руки, у меня такое ощущение, что я какой-то пленкой их покрываю и эта пленка мешает мне, руки становятся скользкими, в ладошки не впитываются вообще если что-то брать руками такими, все выскальзывает в общем, я больше такие наборы не покупаю ну и, соответственно, про руки я тоже больше даже не экспериментирую следующее, что я больше не куплю, это концентрированная зубная паста плюс 200% я не знаю, почему лично у меня после этой зубной пасты такое ощущение, что повреждается слизистая она не болит, ничего, но такое ощущение, знаете, бывает, когда обожжешь слизистую и она какая-то, ну, нездоровая в общем, я после этой пасты, во-первых, очень сильно хочу пить во-вторых, вот это ощущение, какое-то ненормальное во рту у меня остается то ли это аллергия у меня такая, то ли, ну, просто неприятие какой-то какой-то компонент, возможно, так влияет у моей дочери тоже самое поэтому эта паста тоже у меня последний раз, когда я ее купила ну, не знаю, куда ее деть, тоже, возможно, кому-нибудь отдам следующий продукт, это жидкие кристаллы я на самом деле ими пользовалась, пользовалась и, ну, с самого начала мне не устраивал аромат я знаю, даже моя подруга пользуется этими жидкими кристаллами заказывает впрок, ей очень нравится эффект на волосах но я поняла, что мне больше нравится эффект от масла из серии Salon K желтенькое, розовое, я еще филер не покупала а желтенькое мне очень нравится и аромат подходит, и немножко другой эффект на волосах я не знаю, с чем связано, но масло с моими волосами уживается лучше жидкие кристаллы, про них вот тоже писали, что могут подсушивать волосы, еще что-то я ничего подобного не заметила но аромат и плюс ко всему разница, да, масла и вот этих жидких кристаллов конечно, я голосую в пользу масла для волос а жидкие кристаллы я просто подарю своей подруге, которыми с удовольствием пользуются я ни в коем случае не отговариваю вас их покупать но, возможно, на ваших волосах с другой структурой у меня очень тонкие волосы русые волосы, мне кажется, толстыми не бывают они тонкие, не очень много и из-за этого, ну, как бы вот эффект вроде он и есть, но не такой, как после масла в общем, я даже не хочу, честно, себя заставлять пользоваться вот этими остатками поэтому с удовольствием подарю, я знаю, человек будет очень рад следующее, я вам уже жаловалась на этот шампунь восстанавливающий смарт-кератин уже говорила, да, что наслушавшись положительных отзывов тех, что это, во-первых, очень полезно для кожи головы что здесь нет сульфатов, там ни того, ни сего в общем, и положительных отзывов много я бы пользовалась этим шампунем ну, конечно же, я уже привыкла к шампуне Ла Крем который дает мне двухдневную чистоту волос и хочется именно такой эффект иметь здесь такого я эффекта не получила ладно, это полдела но второе видимо, все, что в обычных шампунях содержится и сульфаты, и силиконы, там что еще содержится все, что забивает структуру волоса вымылось все напрочь и мои волосы стали как ваточка они стали очень еще тоньше они стали какие-то вообще пушистые в общем, я, конечно, понимаю всю пользу но голосую за то, чтобы волосы выглядели вот примерно как сейчас, да то есть мои тонюсенькие волосы которые, можно сказать, и так, как ваточка, да, тоненькие из них все вымывается и они совершенно становятся тонкими очень-очень мягкими это, скорее всего, вот такие варианты для более жестких волос если они у вас жесткие, какие-то не управляемые я думаю, что он как раз вот такой шампунь смягчит аромат у него прекрасный все хорошо, но вот не нравится мне этот эффект когда мои волосы тонкие стали еще тоньше и, ну, как-то мягче, да и вот этой упругости не наблюдается после этого шампуня что бы я ни делала, какой бы бальзам сверху ни наносила ну, в общем, вот так не сдружилась следующее, купила, показывала вам в одном из своих заказов лимонное монпассье, мыло для рук, как мыло, оно очень хорошее, густое, гель все, мне очень нравится, ну, прям густое, не жидкое мыло но аромат вот у меня есть бальзам для губ лимонное монпассье я на фоне того, что как мне понравился аромат от этого бальзама решила заказать и мыло ну, и плюс ко всему, оно очень нарядное очень красивое, такое желто-зеленое ну, просто радует глаз но аромат мне не очень нравится поэтому в следующий раз я куплю такое мыло ну, я не знаю, там, с каким-то другим ароматом но с лимонным пока больше не буду а так мыло очень хорошее мне больше понравилось, чем то, что я покупаю в фикс прайсе да, вот этот литр 250 за 50 рублей это мыло, конечно, гораздо более качественное но вот с ароматом я не угадала следующее, что я вам покажу это бальзам с солнцезащитным фактором SPF 30 тоже никогда его больше не куплю покупала его в прошлом году перед поездкой на море SPF 30, все, я как бы хоть все же собралась надо с SPF купить все и купила этот бальзам что бы вы думали? Пришла с ним на пляж ну, а когда? Ну, вот я, допустим, в номере нанесла его пришла на пляж, соленое море попила, все, бальзам стерся хочется еще нанести чего-то и вот я его открываю чуть-чуть выкручиваю буквально наношу, пытаясь нанести на губы он просто ломается и чуть ли не течет он настолько мягкий он размягчился до такой степени что им невозможно было пользоваться во-первых, отломился сразу кусочек то есть это примерно там, ну, полсантиметра отвалилось, стекло упало и все, я его потом не могла даже никуда выносить он был настолько жидкий, что невозможно его было нанести он мне так и провалялся в чемодане и привезла его домой и вот сейчас по весне я на работе вместо гигиенички им пользовалась но его прямое назначение это SPF 30, это использование на солнце ну, получается, что этот бальзам на солнце невозможно использовать он тогда должен быть либо в круглой баночке куда нужно пальчиком, да, залазить либо он должен быть жидкий как у нас есть бальзамчики для губ тоже лимонное Монпасье для того, чтобы его выдавливать и наносить на губы вот в таком стике это совершенно неудачная упаковка хотя сам по себе он очень вкусненький мне кажется, здесь много касторового масла потому что он даже какой-то блеск придает и, в принципе, он мне нравится как бальзам он мне нравится, но прямое назначение использовать на море на солнце невозможно потому что он вот такой жидкий ну, либо если вы его поставите буквально на 15 минут куда-нибудь на солнце сейчас летом и переупакуете сами в какую-нибудь кругленькую баночку из-под бальзама то тогда он у вас однозначно будет использован именно по назначению на море когда вы пришли, разложились на лежаке стерся у вас первый слой бальзама нанесли второй вот из такой кругленькой баночки это как вариант тоже возможен следующее я тут проводила расхламление своего чемоданчика где у меня хранятся различные запасы косметики я обязательно вам покажу я сняла это на видео покажу вам я не знаю, выйдет до или после но, в общем, ждите если еще не вышло если вышло, то вы уже это видели тени я выбрасываю тени и больше вот эту серию точно никогда не куплю оттенок у меня 5482 это с сиреневым цветом очень грязные оттенки я не смогла их ни разу нанести так чтобы выглядели глаза красиво глаза выглядят испачканными какими-то грязными вот этот оттенок перламутровый серебристый совершенно не украшает единственное, здесь можно использовать вот этот персиковый но я не буду, поскольку 10 палеток лазит прежде чем накрасить один глаз я не люблю ну, а вот этот фиолетовый он настолько плохо пигментирован и крошится не переносится в общем палетку вам точно не рекомендую следующая палетка которая тоже туда же уходит 5194 это тоже трехцветные тени я их покупала и ими вроде бы я как-то там что-то пыталась накрасить очень красивые оттенки но тоже у меня с ними не сложилось лежит эта палетка я ее, скорее всего, кому-нибудь подарю кому это нравится такие оттенки но я тоже как-то с ними по-моему, один раз макияж сняла второй раз ими накрасила и потом уже не смогла просто пользоваться потому что есть гораздо более удобно носимые оттенки и не такие капризные поэтому эта палеточка тоже остается не знаю кому пытаюсь открыть двухцветные тени из этой же серии я не могу их открыть я тоже их тестировала когда-то с вами 5447 вот такие два оттенка тоже грязновато выглядит хотелось бы вот этот посветлее раз этот уходит на подводку в уголок глаза то вот этот чуть светлее он прям тоже немножко грязнит век как выглядит как пудра в общем я не то чтобы их не рекомендую я помню, что они мне даже по-моему понравились эти двухцветные тени но все я точно эту серию больше не куплю показываю почему да, потому что мне эти тени просто не подошли следующее что я никогда не куплю это основа под туш основа под туш вот такого бежевого цвета она фаберлик и абсолютно я не понимаю ее эффекта что я ее наношу эту основу что ее не наношу у меня абсолютно также накрашены ресницы ну это просто добавляет время к тому что ты красишь ресницы и в моем случае больше ничего я пробовала эту основу накладывать под туш которая допустим изначально неудачно ложится я пробовала и под свою туш думала что может быть не потребуется второго слоя ничего подобного она даже как будто и первого слоя не создает да, чтобы обычную черную туш нанести в один слой нет она ее не экономит и точно так же после этого после этой основы наносила свою туш в два слоя бесполезная трата времени для меня вот эта основа я девчонки помню когда-то давно я покупала туш лориаль с двух сторон у нее с одной стороны была белая часть с другой черная так вот когда ты эту белую часть наносишь у тебя черная туш поверх нее ложилась уже просто какими-то гигантскими ресницами драматично после этой такого вообще нет даже близко не наблюдается я честно не понимаю для чего она создана если она вот даже такого эффекта не создает как уходовое средство вряд ли она может быть использован все-таки это основа ну в общем бесполезная она у меня кстати тоже полная новая и не куплю и эту с удовольствием подарю следующее что я точно больше не куплю и не надо было и начинать честно говоря посмотрев отзывы других блогеров которые были такие ну на грани такие сомнительные купила 52.17 новая туш all day fresh новинка у нас была 10 каталога насколько я помню и осталась совершенно не в восторге сняла обзор на эту туш и мало того что я его сняла вроде там даже как-то можно сказать марина ты придираешься ресницы там все нормально девочки кончики ресничек у меня к концу дня опустились в другую сторону не подкручены как непонятно лапки паучка в общем я этой тушью осталась недовольна поэтому я точно покупать ее больше не буду и своим клиентам советовать не буду если у вас есть положительный опыт использования этой туши расскажите пожалуйста как вы ей красите в чем секрет этой туши я не знаю у меня первый слой красишь ресницы абсолютно никакие тоненькие необъемные ну просто естественный такой макияж если я наношу второй слой то этот второй слой снимает за собой первый образуются комки с кончиков ресницы она слетает приходится кончики докрашивать а они уже докрашиваются так что потом загибаются вперед в общем и подкрутить ей невозможно я не нашла способа как ей накрасить поэтому не знаю расскажите может быть у вас какие-то есть хитрости секреты следующее покажу вам два тоника два тоника абсолютно полных новых я обожала до того как они были переупакованы ирина важен я пользовалась с большим удовольствием и абсорбирующим тоником аксиологи который раньше был airstream я пользовалась с превеликим удовольствием этим я пользовалась летом риноважем я пользовалась зима была и по-моему осень или весна ну в общем это был не жаркий сезон с таким удовольствием ями пользовалась что хотела купить еще абсорбирующие вы видели я купила сама а вот этот мне перевезла подруга которая не смогла пользоваться из-за аллергии но у подруги склонная к аллергии кожа и любой продукт который ее не устраивает это может быть абсолютно любая марка это может быть и не только фаберлик я просто сразу предупреждаю что он не супер аллергенный этот тоник а просто у подруги такая реакция вот она берет что подороже у нее аллергии нет что подешевле начинается аллергия ну этот тоник мы считали из категории что подороже но вот не срослось у нее она привезла мне говорит может ты кому-нибудь подаришь я говорю да я сама с удовольствием буду пользоваться но не получилось наношу тоник в первый же день жжет лицо жжет вот прям еще называют кто-то из блогеров называет словом печет я к этому слову не привыкшая для меня вот прям ясное выражение моего ощущения это жжение я конечно же бегом смыла этот тоник проанализировала после чего я этот тоник использовала и решила поменять умывание думаю ну мало ли там да какие-то компоненты друг с другом не сработались может быть я умывалку стерла недостаточно тщательно поменяла умывалку на следующий день пользуюсь нет опять все то же самое я конечно расстроилась потому что здесь полный полный флакон здесь я не знаю она наверное пару раз попользовалась и я два раза в общем вот в таком состоянии тоник аксиологи абсолютно то же самое абсолютно то же самое мне никогда от абсорбирующего тоника не было реакции на лице здесь опять жжение я девчонки уже боюсь предположить что что-то с моей кожей не то такое тоже может быть но чтобы от тех же самых продуктов вдруг что-то началось ну я не знаю абсорбирующий тоник был моим любимым он очень приятно пахнет я ждала его ждала когда будет лето чтобы им попользоваться кстати аромат изменился раньше был другой нежный тоник я полюбила у меня с ним все в порядке но здесь какой-то компонент не знаю что но дает мне точно такое же жжение я после него умылась потом опять проэкспериментировала с другим умыванием реакция та же ну и закончу свое вот это видео новой маской детокс от которой у меня тоже было жжение я уже конечно грешу больше на себя но посмотрим как другие три маски на мне сработают но от этой было жжение я вытерпела сколько смогла мне кажется это было минуты три или пять потом я просто сорвала с себя эту маску кстати первое применение было после пилинга пилинг мус я сделала немножко почистила себе лицо а затем наложила эту маску продержалась минуты три наверное или четыре вот с первой маской потом все не могу содрала пошла умылась никакой реакции на кожу нет она не покраснела она не чесалась нет ничего вот как только я ее убрала с лица смыла все вот это прекратилось и последствий нет никаких я подумала наверное опять да сочетание может быть это после пилинга поскольку я ее там три минутки подержала я ее вот так вот свернула обратно положила как делать не надо но я там мне это надо было понять да это после пилинга такая у меня ситуация или это что-то с маской или там с лицом я ее оставила на следующий день на следующий день пилинг я естественно не делала я просто умылась наложила маску и опять та же самая история но девочки я может быть и когда-нибудь ее еще куплю знаете почему потому что эффект был потрясающий лицо выровнялось морщинки она очень большая эта маска и кто-то там ее на уши натягивает я на уши не натягивала была единственная особенность что мне пришлось ее растричь вот в этой области потому что натягивалась так что ее тянуло всю кверху в общем у меня видимо из-за того что лоб широкий я ее на лоб полностью нанесла и она чуть-чуть сдвигалась мне пришлось растричную переносицу было расстояние примерно сантиметра два пустое без маски но зато она легла как мне надо вокруг глаз я ее наложила ровненько все как после патчи у меня было после этой маски в общем просто вот эффект девочки просто супер поэтому я даже думаю ну и пусть она мне пожжет эти пять минут тут конечно 15 заявлено я представляю что после 15 минут у меня бы вообще наверное все было ровненько раз после пяти уже у меня вот такой был эффект ну возможно я куплю потерплю пять минут зато потом буду ходить красоткой эффект мне понравился очень если у вас нет склонности к аллергии там еще что попробуйте обязательно вот вот любой продукт который я сейчас вам показала не подошел именно мне а вам возможно подойдет поэтому пробуйте если у вас есть какой-то какой-то совет да возможно вы тоже столкнулись с тем что сначала жгло потом не жгло расскажите мне пожалуйста мне будет очень интересно может быть действительно сочетание не то у меня какое-то было или может какая-то хитрость есть или может перед маской не надо тоником пользоваться там или еще что-то в общем в общем если у вас есть советы пожалуйста пишите их в комментариях я надеюсь что не очень негативно получилось видео у меня почему-то настроение позитивное сегодня сходила в парикмахерскую меня немножко привели в порядок настроение хорошее постаралась вам на позитиве все это выложить и девчонки пользуйтесь пробуйте все индивидуально как резюме сейчас спросите зачем ты это все снимала найдутся такие сейчас напишут комментарии если это только тебе не подошло индивидуально зачем ты все это снимаешь не знаю но вы любите смотреть видео вот пожалуйста смотрите и такой формат видео большое спасибо что посмотрели меня в очередной раз подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик для того чтобы не пропустить ни одно мое видео но с вами была Соловьева Марина всем большое спасибо до новых встреч пока до новых встреч